Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме проблемы с дефекацией и почему постоянно беспокоят запор и как от него избавиться. Поэтому обязательно смотрите это видео. Действительно проблема запоров, даже если вы стесняетесь сходить к врачу, вы стесняетесь кому-то про это сказать, она на сегодняшний день очень популярна. То есть многих людей практически каждого третьего, второго беспокоят запоры. И это мы говорим именно про запоры, которые не связаны, допустим, в послеродовом периоде или после операции, а именно запоры, когда вы вроде бы живете обычной жизнью, но не можете сходить в туалет. С чем это связано? Поэтому обязательно смотрите это видео. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Делитесь вашим мнением, задавайте вопросы в комментариях. И в следующих видео я обязательно расскажу вам и отвечу на самые интересные вопросы. Ну что, друзья мои, запоры, почему же они вас так часто могут беспокоить? Самая главная причина, во-первых, это очень сидячий образ жизни. Действительно, вы сейчас, вообще мы очень мало двигаемся, да? То есть мы себя окружили там машинами, удобными креслами, диванами. И даже если мы сравним людей, которые раньше там утром вставали, да, шли на поле, пахались, собирали, сажали и так далее, соответственно, да, или даже там, если брать царскую Россию, ездили на лошадях, они действительно очень много двигались. То вот сравните сейчас нас, да, даже если вы ходите куда-то, да, то все равно это небольшое количество шагов. Поэтому крайне рекомендуется вообще ходить минимум 10 тысяч шагов. И наверняка про это уже многократно слышали. Потому что, во-первых, застой крови в органах малого таза, вот те же самые запоры, и плюс ко всему неправильное питание, да, что мало того, что мы постоянно сидим, так мы еще с вами неправильно питаемся, да. То есть это быстро какие-то готовые завтраки, быстро все вот это растворимое, фастфуды, перекусы. И поэтому мы не получаем должного количества клетчатки, мы не получаем должного количества жиров, белков, углеводов, да. Мы, соответственно, ничего этого не получаем, да. И поэтому вот вам, пожалуйста, проблемы. Мне задали такой очень интересный вопрос, да, в сообщениях, что не могу сходить вообще в туалет, потому что вот вроде бы мне хочется, но я чувствую какое-то вот, что не могу, да, хочу, но как будто что-то тормозит. Может ли это быть геморрой? Ну, смотрите, обычно геморрой никак не влияет вообще на стул, да. То есть он сам по себе, стул сам по себе, да. То есть никак мешать на выход кала из прямой кишки актудификации геморрой не может. Поэтому, скорее всего, это слизистая кишка, да, немножко вот так как бы уходит внутрь, поэтому вы не можете правильно хорошо сходить. Здесь, во-первых, если у вас такая проблема, вообще, смотрите, если... Начнём вообще с того, что если вас однократно беспокоил запор, да, то это, конечно, не та причина, что вот прямо нужно идти куда-то бежать, да. Соответственно, если же вас постоянно, да, в течение месяца, двух, трёх, полугода беспокоит запор, то вот это уже ситуация, которая действительно требует коррекции, да. Что вот здесь, если у вас каждый акт дефекации заканчивается тем, что вам хочется, но вы огромные усилия преодолеваете, да, вам приходится тужить, вытуживать, то вот это причина, что, во-первых, нужно, безусловно, обратиться к врачу обязательно, да, проктолог, врач, и можно гастроэнтерологу, потому что часто причина может быть связана и с этим, да, что проблема желудочно-кишечного тракта, поэтому и врач уже вам, соответственно, проведёт обследование, да, обследование брюшной полости гастроэнтеролог, это узиорганов брюшной полости, врач-проктолог сделает колоноскопию, да, осмотр, и уже будет понятно, с чем связана эта проблема, да. Также как ответ на вопрос, что вроде бы я хочу сходить, иду, и первая партия, она такая очень как бы скудная, и очень сложно вообще, чтобы она выделилась, да, из прямой кишки, поэтому это тоже причина, что нужно обследоваться, то есть, может быть, надо поменять как раз питание, то есть, больше есть клетчатки, это овощи, фрукты, да, также назначаются специальные препараты для улучшения микрофлоры кишечника, потому что всё это играет большую роль, я думаю, что вы видите, как только вы чего-то поели, то у вас живот бурлит, то вы сто раз сходите в туалет, да, а то вы сходите один раз в туалет, то есть, от пищи вообще очень многое зависит, да, и вы прекрасно знаете, что, допустим, та же капуста намеренно как бы вызывает газообразование, да, кишечника, что вот происходит, как будто живот прямо раздувается, да, надувается, и весь бурлит, бурлит там, и так далее, тем не менее, опять же, важно количество, сколько в этой капусте съедите, также различные препараты фитоалаки, да, фито, то есть, их огромное количество, их также можно использовать для улучшения кишечной микрофлоры, но если вас проблема, это беспокоит в течение долгого времени, друзья мои, я крайне вам рекомендую, обратитесь к врачу, нужно выяснить, чем эта проблема связана, то есть, это гастроэнтеролог обследует желудочно-кишечный тракт, и врач-проктолог обследует прямую кишку, это важно для того, чтобы увидеть суть этой проблемы, да, с чем вообще она связана, и, соответственно, вам назначить хорошее, качественное, главное, действенное лечение, это тоже очень важно, поэтому не надо вот все-таки заниматься полностью самолечением, безусловно, увеличивать вашу физическую активность, улучшать ваше питание, да, что прекратить есть все, что как бы вот не нужно, да, мы с вами про питание очень часто говорим, обязательно еще вернемся к этой теме, и, соответственно, тогда эти проблемы вас беспокоить не будут. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, также я вас жду в своем инстаграме, ссылочка под описанием к этому видео, я там выкладываю интересные статьи, видео, провожу разные опросы, потом обязательно подписывайтесь, участвуйте, и мы с вами будем чаще видеться и общаться. Всех обнимаю, целую, до новых встреч, пока-пока!